Молдавская народная сказка Волшебный колокольчик Давным-давно жил бедный мальчик, не было у него никого в целом свете. Поднялся он в горы и стал овечьим пастухом. Одним только сокровищем он владел, волшебным колокольчиком. Стоило же звонить в него, и стадо послушно шло, куда приказывал мальчик. По вечерам он прятал колокольчик в дупло дерева, чтобы волки не напали на овец. Однажды разразилась гроза. Пастушок привел Атару в загон, повесил колокольчик на ветку и лег спать. Когда он проснулся, то увидел, что дерево выросло до самых небес, и снять колокольчик никак нельзя. Дерево, наклонись! Я сниму колокольчик! Пора выводить овец на пастбище! Нет! Отвечает дерево. Не хочу! Пришел мальчик к топору. Иди, топор, сруби дерево, оно не хочет отдавать мне колокольчик. Не пойду! Пришел мальчик к ржавчине. Иди, ржавчина, затупи топор, он не хочет срубить дерево, а дерево не хочет отдавать мне мой колокольчик. Не охота! Говорит ржавчина. Рассердился пастушок, пошел к огню. Иди, огонь, спали ржавчину, она не хочет затупить топор, а топор не хочет рубить дерево, а дерево не отдает колокольчику. Иди, огонь, спали ржавчину, он не хочет срубить топор, а дерево не отдает мне мой колокольчик. Не стану, говорит вода. Пошел мальчик к волу. Ступай, вол, выпей воду, она не хочет погостить огонь. Огонь не хочет ополить ржавчину. Ржавчина не хочет затупить топор, топор не хочет рубить дерево, а дерево не хочет отдавать колокольчик. Не, я не пойду, я уже напился, ответил вол. Мальчик обиделся, пошел к волку. Иди, волк, зарежь вона, он не хочет вызвать воду, вода не хочет гасить огонь. Огонь не хочет ржавчину, ржавчина не хочет купить топор, топор не хочет рубить дерево, а дерево не отдает мне мой колокольчик. Нет, не хочу я связываться с волом, говорит волк. Пошел пастушок к охотнику. Иди, охотник, застрели волка, он не хочет зарезать вола, вол не хочет выпивать воду, вода не хочет погасить огонь. Огонь не хочет полить ржавчину, ржавчина не хочет заступить топор, топор не хочет рубить дерево, а дерево не хочет отдавать колокольчик. Не, я сегодня не хочу идти на охоту, говорит охотник. Пошел мальчик к мышке. Мышка, мышка, иди, отгрызи ремень с охотничьего ружья. Мышка говорит. Не пойду, я не голодная. Пошел мальчик, поклонился кошке. Иди, кисонька, съешь мышку, она не хочет отгрызать ремень с охотничьего ружья. Кошка говорит. Нет, не пойду сытопогорно мышами. Что делать пастушку? Пошел к собаке. Иди, грифка, укуси кошку, она не хочет съесть мышку. Жалилась собака. Видит, что мальчик устал, и никто ему не хочет помочь. Встряхнулась, подпрыгнула. Да как, бросится за кошкой. Кошка испугалась, кинулась на мышку. Мышка только пискнула и начала грызть ремень охотничьего ружья. Охотник подхватил ружье и прицелился в волка. Волк по неволе помчался за волом. Волк замычал и стал пить воду из реки. Аж берега ходуном заходили. Вышла вода из берегов. Выплеснулась на огонь. Огонь накинулся на шавчину. Ржавчина как пошла по топору, топор вскочил и стал рубить дерево. Дерево наклонилось. Мальчик свутил свой колокольчик и побежал пасти овец. С тех пор собаки привыкли жить на пастбищах и стали верными друзьями пастухов. Конец! 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 Продолжение следует...